Мне так стало легче, ребята. Это лучшее, что могло с тобой присяти. Благодать! Меня зовут Кузнецов Владимир Борисович. Я являюсь руководителем автономной некоммерческой организации «Нонарко». В данный момент мы находимся в терапевтическом лагере среди выздоровающих молодежи. Лагерь мы организовали для того, чтобы соединить выздоравливающую молодежь Ленинградской области и поехать провести вот эти три дня и кайфануть здесь трезво, провести мероприятия спортивные, погулять, поплавать на лодках, порыбачить, запускать фейерверки, пожарить шашлыки и вообще обменяться опытом. Я мечтал о чем-то подобном, выбраться просто так, на природу, с компанией людей, с которыми можно общаться, легко общаться, дружной компанией. Не так давно испытывал такую лютую апатию к людям. Сейчас я могу сказать, что я к каждому человеку, здесь находящемуся, готов открыто разговаривать и открыть душу. Такой формат лагерей, он ребят сплочает. Во-первых, они учатся знакомиться заново с другими участниками программы, обмениваться опытом программы, вырабатывать какие-то навыки походной вот этой деятельности, потому что мы здесь все практически готовим на костре. Ребята готовят сами, распределяют обязанности сами. У всех реабилитаций, кто присутствует на данном мероприятии, является открытый формат. То есть, что это значит? Это куда ребята могут выезжать, у нас есть спортивные мероприятия, есть резвая футбольная лига, мы играем между собой, ребята борются за кубки. Для ребят здесь появляется новый опыт. Многие из участников даже не жарили хлеб на углях. Кто-то в бане не парился, кто-то на лодке не катался. И таких очень достаточно. Мы собрали здесь больше 50 человек. Это наш, так сказать, первый выезд, который мы планировали сделать, и мы его сделали. Спасибо большое. Мне так стало легче, ребята. Процессом мы очень довольны, как у нас прошел лагерь. У нас ребята все зарядились. Даже тут так получилось, что приехало три новичка, которых срок трезвости 5 дней. И они вдохновились, мне кажется, больше, чем ребята с большим сроком. Потому что у них уже грядет выход в социум, и у них есть некое как опасение и страх, что делать дальше. А новички прибывшие, они как новобранцы. Они вот вливаются во всю движуху и участвуют во всех процессах. И я смотрю просто, как их лица даже вот за эти три дня поменялись. Программу мы собрали, так сказать, с общего формата всех центров. Потому что у некоторых из руководителей реабилитации был уже опыт выезда в подобные мероприятия. В процессе лагеря и доверительного общения ребят, они захотели поделиться многими своими историями неординарными. Потому что в основном здесь одна молодежь, и наркотик очень сильно за последнее время поменялся. И получилось так, что тут даже столкнулись два поколения употребляющих. То есть это героин и синтетика. То есть героиновых здесь, не знаю, 3%. Остальное все это вот новая молодежь современная в основном. И многие рассказали свои истории употребления. Повезло, что я вовремя остановилась, оказавшись здесь. Помню, как пьяная очень сильно спрыгнула с третьего или четвертого этажа посередине лестничного пролета. Так и не знаю, почему, я этого не помню. Я очнулась с переломом, но со смещением осколков, 8 швов, вот так, на всю башку. Я не знаю, зачем. Мне кажется, постоянно происходят такие несчастные случаи с употребляющими ребятами. Одна из естественных особенностей этого лагеря, это чтобы ребята могли балансировать в этих эмоциональных состояниях в социуме. Почему? Вот сейчас лагерь подходит к концу, и ребята немного уже видно, что они истощены. И фактически это состояние у них связано с тем, что нужно возвращаться в реабилитационную среду снова. И многие из ребят подходят и делятся, благодарят за то, что они ощутили эти чувства, и говорят, что они справятся прям с этим, что они готовы включиться в процесс, что у них больше даже энергии появилось на это. Мы специально арендовали загородную турбазу, где ребята могут насладиться, живя вот в этой атмосфере, елок, зелени, озера, кататься на лодках, которые ребята вчера стояли шприцом в руках, сегодня держат уже удочку и радуются этому, что ловят рыбку, пусть и небольшую даже. Да, я вообще как бы рыбак такой заядлый, люблю это дело. Почему? Сейчас сижу, там все что-то делают, там говорят, обед готовят, да? А я здесь сижу, мне это нравится, люди добрые, нету никакой агрессии, нету, ну я себя чувствую комфортно здесь. Подводя итоги лагеря, мы заметили такую закономерность, так как много руководителей, кто здесь есть, уже участвовали в таких проектах, и большей частью этот формат был закрыт, оттуда убегали люди прям с лагеря, но это возможность, когда покинуть. Вот за время нашего мероприятия посмотрели, что ни один человек не ушел, по причине того, что у нас все реабилитационные центры взаимодействуют с социумами на ежедневной основе, то есть они также ходят за хлебом сами, также выходят на какие-то досугые мероприятия, ездят в кино, посещают бассейн выездной, и для этого ребят как проходят параллельно с социумом. Лагерь подходит к концу, и мы, подводя итоги, записали себе ряд ошибок, над которыми нужно нам поработать еще, чтобы, допустим, сделать для вас и для ребят в том числе зимний терапевтический лагерь в Санкт-Петербурге. Сегодня собрались Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Как здорово, что все мы здесь